И все, привет, ребят, с вами Starbuck, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обсуждению нашего нового танкофонда. Все больше и больше людей задают мне вопросы насчет него, когда будет танкофонд, насколько он будет жесткий, что там будет, стоит ли его покупать. Ну и самый главный вопрос это когда же, когда же стартует этот танкофонд, постараюсь на все эти вопросы дать ответы в этом видеоролике, ну и показать вам предыдущие несколько танкофондов, которые были у нас в игре. Ну а если вы ждали этот видеоролик, если вы так же как и я хотите, чтобы как можно быстрее танкофонд появился в нашей игре, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный такток TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и забывайте форму, которая есть в описании. Давайте постараемся на этом видеоролике собрать максимальную активность, чтобы наш танкофонд уже не заставил себя долго ждать. Предыдущий танкофонд, который был у нас, оказался суперпровальным. Это летний мажор, который был у нас анонсирован 15 июня и за всю свое существование собрал всего лишь 22,5 миллиона. Это, наверное, одно из самых маленьких показателей за последнее время. И это тот танкофонд, который, повторюсь, оказался провальным за счет неграмотного распределения призов и за счет того, что большое количество игроков просто-напросто не поверило в то, что это окупаемо и в том, что это интересно. Исходя из этого танкофонда, я могу точно с уверенностью сказать, что он будет переделан в лучшую сторону, так как разработчики, так же как и игроки, хотят видеть более жесткие цифры и хотят из этого извлекать как можно больше прибыли. Очевидно, что 22,5 миллиона это не прибыль от слова совсем и в этот раз призы будут составлены более грамотно. Если уж и количество уровней будет такое же большое в виде 50, то призы более ценные начнут появляться уже на более ранних стадиях. А также, я думаю, что должны убрать вот такие вот призы в виде плюс 1 миллиона фонд. Я считаю, что это полная шляпа, которая не вписывается в этот контекст от слова совсем. Так же, как и не вписываются краски и ядерная энергия. То есть это те призы, которые, как по мне, не должно быть в танкофонде. Я могу понять одну ядерку за 1 миллион, но когда ядерка появляется на 11 уровне, когда она появляется на 21 уровне, когда она появляется на 31 уровне, когда она появляется на 41 уровне, этого я понять никак не могу. Соответственно, здесь должны быть более грамотные призы и цепочка должна выстраиваться, исходя из хороших призов сразу. То есть, например, тот же боевой пропуск, который был у нас на 35 уровне, должен появляться где-нибудь там условно на уровне так седьмом. И тогда в этом будет смысл, да. Тогда игроки наберут 7 миллионов, будут понимать, что они как минимум сейвят 700 танкоинов. И то есть вложить тысячу, получить дополнительно, например, ультраконтейнеры, получить еще боевой пропуск, это отличнейшее вложение, да. И тогда уже можно там уже еще больше призов лутать. Надеюсь, что мы увидим наконец-то новые интересные устройства в танкофонде, потому что многие ждут именно новых устройств, а не какие-то пульсары, которые и так есть у игроков. Ну и скин-контейнер, да. Для меня все так же танкофонд это... Отличная возможность залутать скин-конт, да. Я бы сказал, наверное, так. Поэтому я здесь жду тоже скин-контейнер. Может быть, даже два скин-контейнера. Учитывая тот факт, повторюсь, что предыдущий танкофонд был провальным, в этом танкофонде разработчики точно со стопроцентной уверенностью должны сделать хорошие призы, потому что двойной провал в рамках танкофонда, если повториться, то, ну, это просто габелла. Это просто габелла, да. То есть, если вот, например, сравнить с тем танкофондом, который был рекордный в нашей игре, это, ну, грубо говоря, год назад, да, танкофонд, который набрал рекордные 68 миллионов, и который включал в себя хорошие призы в виде двух скин-контейнеров, где первый скин-конт появился уже на 7 миллионах, да, и хорошее количество всяких интересных новых устройств, то вот это именно то, что нам нужно. Можно сделать больше уровней, но чтобы хорошие призы, как, например, скин-контейнер, уже появлялись на ранних стадиях. В моем понимании, вот седьмой уровень, это, ну, довольно-таки ранняя стадия, которая имеет вес и имеет смысл. В целом, что я еще могу добавить? Танкофонд — это лучшее ваше вложение танкоинов, которое только может быть в игре. За исключением могу взять ивент, который прямо сейчас у нас еще имеется в игре, и остается его последний день. Наверное, на момент записи этого видоса он еще пока есть, но выход в видос будет, и, скорее всего, ивент тут уже закончится, где вот можно было получить скины за победу, плюс устройство новое на фриз пульсар, плюс можно было получить кристаллы. Но здесь, например, в ивенте дополнительно нужно было потратить еще кристаллы. В танкофонде кристаллы тратить дополнительно не нужно будет. То есть ваша задача — просто приобрести танкофон за тысячу танкоинов и дальше просто ждать, смотреть и зарабатывать как можно больше цифр. То есть именно... Ну, если вы хотите, можете там дополнительные спецухи покупать, чтобы увеличить свой шанс выигрыша в танкофонде. Но, по сути, достаточно просто купить одной спецухи за тысячу и смотреть, возможно, рекламировать своим друзьям, знакомым, чтобы они тоже покупали по одной спецухе. Ну, либо там на своих мультах тоже покупать дополнительно. Поэтому ваша задача сейчас — просто накопить тысячу танкоинов и ждать старт танкофонда, который будет стартовать уже меньше, чем через месяц. Он стартует, когда начинается вторая швейцарская стадия мажора. А вторая швейцарская стадия мажора будет плюс-минус где-то в 20-х числах ноября. Может быть, даже чуть-чуть раньше. Может, в 15-м числа. То есть с 15-го по 20-е плюс-минус около этих чисел будет уже стартовать наш танкофон. Поэтому ждем его, ребяточки. Буквально месяц отделяет нас от старта. Будем следить за анонсами. Ну, а вы пишите все свои мысли в комментариях. Ждете ли вы танкофонд? Какие призы вы бы хотели видеть в танкофонде? Проявляйте максимальную активность на данный видеоролик. Ну и надеемся, что этот танкофонд уже будет с хорошими, качественными призами. Без никакого скама, провала и прочих проблем, которые случились, например, с предыдущим танкофондом. У меня, друзья, на этом все. Обязательно проявляйте, как я уже сказал, максимальную активность на данный видос. Ну и пишите все свои мысли в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.